Как делишки-ребетишки, с вами снова Эдисон, а также Екатесестра Медицинская. Хе-хе, кому тут укол в задницу запердохать. И сегодня мы находимся там, где родители своих детей водят к зубному каждую неделю. Мы находимся там, где детям в школах делают прививки каждый день. Да-да, от кори, от свинки, от ветрянки, прививка от прививки, припипка от пупипипки, вообще каждый день, да. И мы находимся там, где люди на дом вызывают скорую помощь даже тогда, когда они полностью здоровы и им хорошо. Ну, как бы просто, на всякий случай, чтобы просто поболтать с врачами и докторами. Слушай, так мы, получается, в Улан-Удэ? Ну точно, это прям все признаки Улан-Удэнского медицинского города. Там все врачи учатся, там есть Улан-Удэнский медицинский институт, самый лучший. Все врачи туда едут, чтобы научиться всяким прививкам, там, зубному, не зубному. Остаются тут здесь всех лечить, это точно Улан-Удэ. Детям в Улан-Удэ каждый день делают по 5 уколов и каждую неделю водят к зубному. Зато у них зубы все здоровые и вообще в принципе они здоровые, Улан-Удэнские эти дети. Господи, помилуй, чтобы я каждую неделю к зубному ходил, да это страшнее ада. Согласна. И не попало. Так, еще разочек. И оп. Давай, 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 давай. Ну. Ага, и обратно прилетело, отлично. Нифига не получается. А че у тебя должно получиться, ты просто из лука в небо стреляешь, че? Слушай, ну может быть я бога Майнкрафта в небе как-нибудь это собью, и он упадет, и мы наконец-то увидим, кто это он и что это. Ты думаешь, он как птица летает, да, и вот однажды пролетит, и ты просто в него попадешь, как, ну это так не работает, если бог и Майнкрафта где-то на небе там существует, он просто за нами следит. Неправда, я все-таки надеюсь его когда-нибудь увидеть. Ну может когда-нибудь мы с тобой все же его увидим, но пока что мы видим только новую деревню, которую мы видим в каждой серии Майнкрафт Но, потому что она нам встречается всегда в самом начале. Так, пошли скорее посмотрим, разведку проведем там. Слушай, ну это как бы хорошо, медицина, врачи, это просто прекрасно, ну слушай, но если тут людей каждую неделю уводят к зубному, я терпеть не могу зубных, это че, я как только думаю, то что тебе там, вот это сверлят, пломбируют, выковыривают. Да, мне через полчаса тоже выезжать к зубному, ну ты хоть как-то посмотри меня, ну. А, да, Катя же после записи идет к зубному, ну вот какое совпадение, какое совпадение, ну я надеюсь, что ты после зубного все же без зуб не останешься, но ты зато хотя бы не каждую неделю ходишь к зубному, как дети в Улан-Удэ, Катя, это кошмар настоящий. Да, слушай, а может быть мне здесь все вылечат хорошо, без боли, и я никуда не поеду, а? Да, да, надейся, что тебе зубы вылечат в Майнкрафте, а не в реальной жизни. Так, ладно, давай делаем так, ты, если что, давай, ты, ты, ты первая, заходи в этот кабинет, давай, если там зубной, ты кричи, я туда не зайду. Эээ, ну, ну тут не зубной, там человек лежит, иди глянь. Ээээ, здра, здравствуйте, здравствуйте. Вы Улан-Удэнка? Ну, если, если мы в Улан-Удэ, значит, она Улан-Удэнка. Так, слушай, так это кабинет какой-то, она, она... Палата. Палата, она, она пациентка какая-то, она тут лечится, смотри. Ладно, давай тогда выйдем, не будем ей мешать, давай отсюда. Ну да, мы же все-таки не врачи, мы же как бы ничего не должны быть, да. Так, давай, следующий дом, ты вот туда направо забегай, я вот сюда забегу, вот здесь, так. Слушай, да тут везде вот эти палаты и кабинеты. Сундук, а в сундуке у нас таблетки от запора. Слушай, у тебя запора случайно нет, если что, здесь таблетки есть? Не-не, я тут нашла еще инвалидную коляску и еще одного пациентика, ему тоже, походу, нехорошо. Так, подойди, и я еще одного нашел, слушай, три, вот, 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 третий дом, в третьем доме везде пациенты. Что-то я не могу понять, так, молодой человек, вы как бы, вы не обращайте на меня внимания, я просто украду ваши вещи из сундука, и здесь у нас четыре слезы Гаста. Это, может быть, их слезы, они наплакали из-за того, что им уколы ставят. Кстати, или зубные приходят. Так, ладно, давай, выходи, подожди. Три пациента в трех разных палатах. Я, кстати, там вижу кузницу, давай мы в кузницу побежим и посмотрим, что там внутри находится. Ага, там поди какой-нибудь самый-самый грозный доктор стоит с огромным шприцом, с огромной иглой, которая тебе прям в жопу. В жопу, да. Так, тогда ты давай заглядывай в этот сундук и смотри, что там внутри. Так. О, ну тут хотя бы хоть что-то полезное, яблоки и кусочки золота. Ну, неплохо, окей, тогда ты давай яблоки забирай, я золото заберу и железо заберу. Так, ладно, давай дальше с тобой пойдем. В этом сундуке у нас редстоун. А-а-а! А что ты не предупреждаешь-то заранее, когда я в сундуках ложу, Катя? Ну ты же видел то, что Мистер Крипер подходил. Ну, ну это, ну ты, ну ладно, все, прости. Улану девскую вот эту собственность только что разнесли на кусочки. Так, залезай вот в этот дом, вот туда. А как я тебе туда залезу, молодой человек? Я не знаю, давай. Вот так что ли? Все сломаем? Конечно, мы как и приходим в деревню, так всегда все сразу рушим. Есть там что-то интересное? В сундуке сахар лежит. Ну, чтобы чай, что ли, разбавлять? Я не могу понять. Ну, ладно, заберём и сахар. Так, давай дальше, выходи, выходи, выходи. Подожди, 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 подожди. Может быть, это для нас с тобой палата, а? Может, мы здесь просто ляжем и останемся? Сплюни, мать, ты что, больная? Если ты больная, держи ты вот эти таблетки от запора, я нашёл. А, нет, нет, спасибо, запора у меня нет. Ладно, пойдём. Опачки, это у нас, походу, больница. Значит, там должно быть ещё больше пациентов и врачей, потому что вот в этих мини-палатах врачей вообще нет. Может, людям плохо, нужно им помочь, пошли за помощью. Ну, давай тогда отправимся в больничку и посмотрим, что здесь внутри. Ну, это 100% больничка, ты смотри. Тут две вот эти кареты скорой помощи, кстати, стоят. Так, здесь внутри у нас два сундука. Посмотри, что в сундуках. Я пока поищу докторов. Здесь докторов у нас нет. Побучи глаз. Ну, это прям очень, как, полезно. Так, иди на второй этаж, я пока пособираю здесь всё, что в сундуках есть. Давай, быстро. Давай, 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 давай. Иду на разведку. Есть там доктора, кричи сразу, чтобы они спускались. Там людям плохо. Очень странная больница, конечно, но здесь нет ни одного врача. Зато я кое-что нашла. Тебе должно понравиться. Смотри. Э? Так, вот чё горил вот этот бог Майнкрафта в начале. Екатя сестра медицинская. Это чё значит? Это чё? Ну, тут ты врачиха, ты докторша. Да я даже уколы не умею ставить. Я вообще не умею ничего делать. А чё ты халат тогда этот? Чё ты халат-то на себя тогда этот напялила-то? А, ну, это самое, мне просто к лицу подошёл, мне белый цвет нравится. Слушай, а там был ещё один халат? Да вроде было там две палаты, я налево пошла. Ты сходи направо. А, ну тогда жди здесь пару минут, и я вернусь. Давай, давай. Ой, ты посмотри на него. Ну, вылитый просто доктор медицинских наук с таблетками от поноса. Прям вот тень идёт. Э, врачиха Екатерина, это не от поноса, это от запора, понимаете? А, ну понос и запор это разные вещи. Да-да-да, точно, я же теперь врач, и я всё знаю. Ты должна в этом разбираться. Слушай, ну тогда у меня такие предположения есть. Если мы с тобой попали в эту деревню, и если вот этим пациентам, которые в домах попрятаны, плохо, это значит то, что, ну, наверное, мы им должны помочь, если в этом луану да ни одного врача нет, всё пусто. Так, конечно, я знаю, как им помочь. У меня есть жареный стейк, сейчас они покушают и сразу поправятся. Пойдём, где у нас тут пациенты? Не-не-не, я вроде помню, больным жареного нельзя, уж тем более стейки. Кать, заходи вот в эту палату. Какие стейки? Ой, да в смысле нельзя, в смысле нельзя. Им таблетки нужны. О, крипер, крипер жарит. Ты что пугаешь? Это не крипер, это башка крипера. Ну, крипер же, ну, часть крипера. Господи, аж сердце чуть не остановилось. Не надо так пугать. Так. Подожди. А это уже не палата. Это лаборатория. А-а-а, слушай, так вот в этой лаборатории, скорее всего, сделали вот эти таблетки от запора. Тут, наверное, крафтятся вот эти все пилюльки. Так это же всё вообще решает. Мы сейчас с тобой быстренько нахимичим. То всё, пойдём и вылечим всех наших жителей. И всё, мы победители этой деревни. Мы вылечим этих жителей? Да ты откуда знаешь, как вот эти все таблетки-то крафтятся? Катя, у нас даже, у нас рецепта даже нет, как таблетки крафтить. Так, тут у нас ничего. Легко! Я тебе говорю, это очень легко. Пойдём, я всё сделаю. Быстренько и свалим из этой деревни. Поможем жителям. Сюда зайди, сюда зайди. Тут ещё один пациент. Смотри, он на животе валяется. У него, наверное, тогда спина болит. Молодой человек, у вас спина болит? Мы просто новые врачи в этой деревне. Так, Катя, разберись, пожалуйста, с ним. Сделай массаж. Ему точно надо жареный стейк. Молодой человек, покушайте, вам сразу легче станет. Слушайте, а может вы на животе вот это лежите, потому что у вас там проблемы с одним местом? Ну тогда, мне кажется, таблетки от запора вам точно помогут. Вы примите вот это. Вы глотните сейчас, я заберу из сундука ваш... Это сверкающий золотой какой-то арбуз. Фик его знает, зачем он вам нужен. Короче, лежите, не вставайте. Так, Катя, давай дальше. Здесь у нас кролича лапка в сундуке. Слушай, а на кой чёрт нам столько всяких ингредиентов в этих всех сундуках мы сейчас находим? Так, может быть, из этого нам и нужно сделать таблетосы? Кстати, хорошая идея. Я пока пойду другого пациента пшеницей накормлю. А-а-а-а! Ты ёканы, ты бабай, Катя! Ты подойди, ты подойди, подойди, смотри, он больная какая. Подойди, посмотри на неё. Больная, вот целуется уже с жителем. Молодая же, так, может он массажист? Ты смотри, он топчется у неё на спине. Давай мы не будем, короче... Катя, нам нужно их как-то вылечить. Как? Всё, собираем все свои манатки из этих сундуков. Мы идём в эту лабораторию. Пошли, 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 пошли. Так, я, наверное, собрал всё, что было. Если тебе нужно, вот ещё собери здесь пшеницу, картошку. Собери, если тебе это вдруг пригодится. Я тебя жду в нашей лаборатории тогда. Да-да-да, всё-всё-всё взяла то, что нужно. Идём. Только ты мне дай всё, потому что я знаю. Я в детстве химию учила. У меня пятёрка по химии, давай. А если честно? Четыре. А если прям очень честно? Четыре! С минусом. Нет, обычная четвёрка. Картошка. Кролича лапка. Забор. Арбуз. Семена. Пирог. Золото. Паучий глаз. Стрелы. Перо. Глаза. Вот это глаза. Слеза гаста. Я надеюсь, что всего этого тебе хватит, чтобы захимичить какое-то непонятное изделие. Да, это отлично. То, что нужно. Так, ты пока отойди. Мама ли, чё, вдруг бабахнет. И всё, и пипет. Ага, ну у тебя же всё же четвёрка как бы не должно бабахнуть. Так. Бабахнуло. Бабахнуло. Это не я. Я ещё ничего не успела сделать. Так, 40 миллилитров воды. 20 миллилитров микстурина. Этого пипетурину. Берём бутылочку. Это сюда. Вставляем здесь, подогреваем. Огонёк. В ступке молим цитрамон. Сюда нажимаем. Просто нажимаем. Варится вот это. Берём. Эээ, чё-нибудь берём ещё вот. А, вот. Арбуз кидаем. Чёрный цемент кидаем. Забор кидаем. Павучий глаз кидаем. Мешаем. Получаем. Угу. И мне нужны цветы. Мне срочно нужны цветы. Цвежи цветы. Вот эти добавляем цветы сюда. И у нас получилось обезболивающее. А ты уверена, что со всего этого получилось именно обезболивающее? А, кроличью лапку забыла добавить. А, ну да. Это кардинально меняется ситуация. Ну и давай показывай, чё у тебя получилось-то. Ну принимайте, доктор. Я всё сделала. Это точно поможет нашим всем пациентам. Ты уверена, медсестра? Я полностью на 100% уверена. Это просто быстродействующее действие. Ну тогда я тебе доверяюсь. Монатки в руки свои докторские. И пошли. Уи-у, уи-у, уи-у. Посторонись. Идём лечить жителей. Потому что мы суперпрофессиональные доктора. Уи-у, уи-у, уи-у. Поберегись. Если я хорошо помню, как бы эту шайтан машину здесь остановить, чтобы она не взорвалась. Э-э, вот так. Всё, Катюшка, вылезай давай из неё. Если я хорошо помню, вроде вот в этом доме была молодая женщина, которая стоит и пялится в потолок. Вот сюда, Катя, вот ей обезболивающее нужно, давай бросай. А ты уверен, что машине-то хорошо? Может, машине сначала поможем? Э-э, да всё нормально, но тут вряд ли доктор поможет. Там механика вызывать надо, давай. Так, всё, отойдите, мне нужно. Доктор пришёл, массажист. Попрошу, это самое. Выходите отсюда, всё. Так, работает доктор, поберегись. Ага, да массажисты... Вот, всё, лечитесь. Не смотри, это по бочке. Пациент, открывайте, врачи пришли, бросай туда зелье, давай. Так, давайте, это самое, здоровье вам, всё. Проблемы с животом? Сейчас вырежем аппендицит. Бросай, Катя. И, опа, всё, отлично, закрывай дверь. Молодой человек, штанишки снимаем, у нас укольчик по расписанию. Врача на дом вызывали? Нет? А мы пришли. Ха-ха, Катя, заходи, бросай давай. И, опа. Ты промазала, брось ещё раз. Да, в смысле, и так это самое, ресурсов мало. Бюджет не выделяют. Ты опять промазала, ты в него-то брось. Да японский врач. Ну что, Екатя, медсестра вот эта айболитовская? Работа окончена. Да, мы вылечили всю деревню от неизвестной болезни. И это всё благодаря твоему неизвестному зелью. Слушай, ну врачами быть не так уж и сложно. Я не понимаю, что все говорят. Это трудно, это тяжело. Вообще, как нифиг делать. Ну тогда всё. Мы со всем справились. В Улан-Удэ пришли. Вот эти таблетки от запора изобрели. Стоматологами побывали. Людей вылечили. Эээ, зомби изобрели. Тоже молодцы. А чё это? Да, это не было ни... Это побочный эффект. Он с утра пройдёт. Такое бывает. Позеленение кожи. Эээ, там. Эээ, это есть... Катя, у нас походу небольшие проблемы. Мы... Эээ, Екатерина Медсистровна говорит, что это побочный эффект. Позеленение кожи до завтрашнего утра он пройдёт. А если не пройдёт... А если не пройдёт, тогда что? Тогда что? Он обязательно пройдёт. Вы успокоитесь. Быстро по своим палатам. Врач говорит. Вы это самое... Алло. Пациенты, разойдитесь, пожалуйста, по койкам. Все по койкам, пожалуйста. Это все. Там ещё четвёртый бежит. Ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка. Кому тотит, качал. Харики, бабайки. Так, а вы давайте. не никому тости врача не подходите к врачу и ко мне тоже не подходите к быстро больницу там палата есть давай спрячемся там быстренько за шторкой быстрее быстрее на второй этаж забегай 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 закрывай шторку быстро куда здесь все не заходи закрывай шторку ты вот этот Эйнштейн в юбке вундеркин какой-то ядрить колотить ты что за зелье ты сделала тебе надо было их вылечить от неизвестные болячки ты их в зомби превратила я тебе говорю это не то что ты подумал это просто побочные эффекты такое бывает у каждых лекарств ну слушай я за свою жизнь ни разу такие лекарства не пил когда ты зомби становишься Катя так подожди без паники что нужно сделать чтобы изобрести антидот что нужно сделать если медицина врачей нам не помогла значит нам с тобой сто процентов в таком случае должна помочь медицина майнкрафта ты чё несёшь в майнкрафте нет никакой медицины о чём ты а когда ты лечишь зомби жителей чтобы они стали обратно нормальными жителями чё ты с ними делаешь выбрасываешь зелья слабости и потом лечишь их золотыми яблоками может изначально надо было так вылечить их так это было бы вообще тогда нелогично вот может быть часто попробуем так сделать я не знаю но мне кажется мало чего у нас хорошего получится кто не рискует тот не бухает что там это кто не рискует тот не пьет шампанское вот именно не бухает шампанское у тебя есть яблоки и золото есть еда крафте прямо сейчас золотые яблоки а я щас гоняю вот эту лабораторию золото ты забрала я яблоки забирала ну-ка гони мне сюда золото быстро держи золото а я катя выхожу в окно молись за меня чтобы я вернулся жив прощай да чё ты блин это фигню несешь быстренько сгонял кабанчиком туда обратно его зелье делать это побочный эффект молодой человек это побочный эффект вы ко мне не подходите не приближайтесь и вообще лучше ко мне не прикасайтесь все дверь закрываем так сейчас собираем вот эти микстурки водичкой наполняем зелеварочную стойку за пиндюка им маринованный паучий глаз добавляем зелье слабости получаем порах добавляем взрывное зелье слабости вдвойне получаем от негативного побочного эффекта избавляем народные докторские стихи как-никак слушайте зелье слабости забираем в зомби бросаем катюшку спасаем так молодой человек это побочный эффект побочный эффект всех остальных зомби тоже надо сюда заменить чтобы не сюда подожди двери то не открыть не умеет лишь тупые зомбари все уже кида это зелье этого яблоками кормить их жизни спасаем зелье бросаем эффект получаем вроде как чё как ты думаешь день вот это действует не действует яблоки то еще у меня а ну в смысле я я имею ввиду зелье вот это эффект действует ну тогда не бросаем яблоки чё ты тянешь так смотри они все замерли так себе яблочко и яблочко другому да вот есть вы можете вы их кушайте главное не шевелитесь эффект час подействует ну вроде как должен это майнкрафтовская медицина я не знаю смотри спокойные такие стали вроде работает пожалуйста давайте излечитесь катюшка майнкрафтовская медицина помогла только что ну как бы логично мы чтобы все-таки не врачи а в майнкрафте можем быть именно это все как бы правильно я считаю да это только что был побочный эффект ну зато смотрите вы на ноги то встали вы выглядите как нормальные живые люди ну кроме вот этого стива и у него что-то ну и с ним принципе по жизни какая-то беда ну все тогда катя обходим их аккуратненько все ребята да 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 ребят все по домам можете там пить есть все что хотите я могу вам выкинуть жареную стейк а ну вот нельзя жареный да успокойся с этими жареными сцене стыками вы только что вылечились вам жареного нельзя вот держите хлебушек затащите а жареное выбросите все хорошего вам тут жизни в этом вулану да и давайте к зубному почаще ходить ага да чаще чем раз в неделю а то запустите зубы свои отвалится все раз в три дня ходите зубы вырывайте как я за руль ты возле меня и сваливаем отсюда так быстро как только можно да 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 быстрее по тачкам и свалим а то вдруг они сейчас обратно в зубе ну слушай могло быть хуже они могли вообще херабринами стать а так хотя бы зомби стали херабринов не существует существуют херабрины вот когда я увидишь обосрешься пока ты можешь его не верить хорошо потому что я его не видел что его не существует ну а вообще херабрина же можно излечить подумаешь глаза только белые ну может к офтальмологу его отправить обглазные капли закапать не не знаю нормально в принципе должно быть легко ну кстати да может быть а а Субтитры подогнал «Симон»